Валерий Хаид Наш одесский, наш знаменитый одесский пианист Здравствуйте Вы люди творчества, вы люди культуры И вот приняли решение поддержать политика Скажите, почему? Алексей, вы первым принимали решение Давайте с вас тогда и начнем Ну, знаете, действительно считается, что вот Ну, человеку от культуры не очень хорошо идти В какие-то политические вещи Потому что какую-то часть своего рейтинга можешь потерять Понятно, что когда ты выступаешь с концертом То у тебя приходят люди слушать все разных убеждений Вот, если ты четко позиционируешься То кому-то это действительно Кого-то это расстраивает, и ты теряешь То есть теряешь Поэтому, в принципе, как правило, люди, артисты стараются этого избегать Ну вот, почему? Я в этот раз, я даже, когда вот мне Саша Байровик предложил Стать доверенным лицом Я практически не колебался То есть у меня не было сомнений Почему? Потому что особенный момент Вот особенный момент Есть такое ощущение для нашего города Уникальная возможность действительно что-то изменить Сделать что-то по-другому Иначе, не так, как раньше Эти выборы, они другие И хочется, чтобы люди действительно разделили со мной это ощущение Что это все сейчас по-настоящему Что сейчас от каждого человека что-то зависит Сейчас мы действительно можем что-то изменить Предложение вам, Валерия, и Саша Байровик делал у нас в прямом эфире Это впервые оно публично прозвучало Скажите, слышали ли вы Или он вам потом еще лично перезвонил И предложил стать его доверенным лицом И как вы согласились? Почему? Я услышал во время передачи Кроме того, мне написал Саша в личку И я ответил, что для меня, в общем, честь Значит, принять это предложение И почему я согласился Вот Алексей уже, как бы, главное-главное сказал Мы же, как Казалось бы, за вот эти годы Когда, скажем, там, ну я условно говорю Второй срок Кучмы, да Значит, Ющенко после первого Майдана Но что это было во время Ющенко, мы как бы знаем И вот эти четыре года Януковича Уже должно было прийти полное, как бы, разочарование Да, ну все, ничего не будет хорошего Все так и останется навсегда Все забетонировано Эти все связи, все взаимоотношения Все, все мертвое, да Все вот как навсегда Но люди, потому и люди Что они не теряют надежды И у меня даже есть формула Я вот, Алексей знает Мы с ним в дружеских отношениях очень давно Что я иногда продолжаю Какие-то вот такие вот максимумы Вот, например, есть такая, значит, формула Что надежда умирает последней А я продолжаю таким образом Но ведь и возрождается первой Понимаете? То есть у людей надежда На... Не то, что на лучшее Понимаете? Но лучшее это какая-то такая Уже банальная формула Надежда на то, что правда существует Правильно? Что совесть существует Что доверие к друг другу существует Она все равно есть Ведь все равно родители же не учат детей Обманывать хорошо Украсть хорошо Они же все равно нехорошо обманывать Потому что каждое новое поколение Рождается с тем же потенциальным запасом Вот добра, зла и все такое Вот И человечество, оно продолжает жить Именно поэтому И вот эта надежда всегда живая И когда назначили в Одессу Саакашвили Для меня это было ощущение чуда Это чудо Я сперва не поверил Думал, что это так, значит Но потому что Я знаю, что Саакашвили Значит, за 8 лет он Там революция рос Она была не одномоментна Она, революция продолжалась Все 8 лет его правления И там произошло чудо А кто не хочет чуда? И мы хотим чуда И вот Саша Боровик Человек из команды Саакашвили И если он станет мэром То, значит, вот то На что мы рассчитываем На что мы надеемся Получать шанс И как же, как же от этого отказаться? Поэтому я согласился Какой вы видите Одессу будущего? Какой она должна быть? Чего ей не хватает сегодня? Вы знаете, я вот В меру своей профессии Очень много путешествую Совмещаю приятное с полезным То есть играю концерты И смотрю, как живут люди в других странах И, конечно, больше всего в Европе То есть, в принципе, всю Европу объездил Ну и вообще больше, чем в 40 странах мира играл Но это не путешествия Это были командировки Командировки, да Ты же играл там Это же не просто, да, кстати Это же было по делу Так что Представлял Одессу в том числе Правда? Безусловно, я всегда говорю о том Что я из Одессы Следующий, я говорю, что я из Украины И это всегда обязательно позиционирую Это очень важно, на самом деле Такой посол нашего города Во всем мире Вы знаете Я настолько люблю Одессу Что у меня было много вариантов Как бы остаться где-то, работать Или в Швейцарии, или в Германии И так далее, я этого не принимал Люблю Одессу Потому что как-то, ну, очень связан Но вместе с тем Каждый раз, когда я возвращаюсь Каждый раз, когда я приезжаю по нашим улицам Вместе с чувством радости возвращения домой Возникает это ощущение Ну, почему же Вот мы вот живем в таком Что значит в таком Вот когда просто чуть-чуть Возьмешь, посмотришь там На улице На то, как функционирует наш транспорт В каком состоянии дома И так далее Ну, это же ужас Ну, давайте все-таки Мы любим Одессу Давайте, мы любим Одессу А теперь давайте посмотрим Откроем глаза Мы что, заслужили жить В таком вот виде Ну, вот что наши дети Будут тоже десятилетиями Жить вот такой вот в грязи Вот отсутствие нормальной воды Там и транспорта Почему? Будет этому когда-то конец или нет? Неужели мы самые обреченные Проклятые богом Значит, нации в этой Европе Я уверен, что нет Нас прекрасные люди Нужно в конце концов Сказали мы А, тем, что сломали Так сказать Режим этой банды Януковича Сделать Б и все-таки Двинуться вперед К цивилизованному Нормальному обществу То, что сейчас у нас В области команды Саакашвили И если все будет нормально И выиграть выборы Представителя команды Саакашвили Саша Боровик Вот это будет Как бы действительно Возможность контролировать Процессы И сделать быстро Рывок К нормальному Цивилизованному Будущему Которому заслуживаем И мы все И наши отцы И наши дети Вот действительно Мы заговорили немножко И о западной манере О том, что вы много путешествуете И играете Выступаете с концертами И сам кандидат Тоже говорит о том Что он На западный манер Проводит вплоть Там свою политику Свою агитацию Да И будет точно так же Руководить в дальнейшем То есть он не строит Только в каждый день Предвыборная агитация Это каждый день Появляется в каждом дворе Там площадка Или людям раздается картошка Действительно ли вот так Производится агитация Просто человек выходит И общается с людьми Просто предлагает им Сделать выбор Они там пытаются Как-то замылить глаза И потом пропасть На какое-то время А я хотел бы ответить Тоже на тот вопрос Я с удовольствием вас послушаю Я думаю Как бы так ответить Чтобы не повториться Я могу ответить Вот на вопрос Какой бы я хотел видеть В Одессу в будущем Я отвечу очень коротко Что я хотел бы В будущем видеть Одессу такой Какой она заслуживает быть Какой она заслуживает быть Одесса многие годы Еще при советской власти И вот эти Свыше 20 лет Украинской независимости Она все равно Была как-то отодвинута Она была как бы Так сказать В угол Отодвинута То ли ревность там Значит имела значение Что Киев всегда ревновал Что вот Одесса Такой город Не самый обычный Один из 26 рядовых Областных центров И все такое И когда назначили Саакашвили У меня действительно Мелькнула такая мысль Что за вот эти Десятилетия Унижения Одессы Ее задвигание Извините за грубое слово В угол Наконец-то вот она За это получила шанс Невероятный И невиданный За вот эти вот То что она Как бы всегда считалась Таким второстепенным Как бы городом Понимаете И Значит Я хочу сказать Что Вот опять же формула Да Есть город Который мы Видим во сне Значит Один очень умный парень Когда-то сказал Есть город Который мы видим во сне Пора бы уже и проснуться Понимаете Одесса немножко спит И вот то Чем мы пытаемся Сейчас заниматься С Алексеем Вот наша задача Чтобы как-то Вот Всех Вот эта надежда На то Что может что-то произойти Одесса Немножко устала Спит И все такое Но если вдруг Что-то шевельнется У человека в душе А чем черт не шутит Ну вот Вот же есть же шанс Мы же А может мы Действительно не знаем Вот как Как надо И как должно быть А давайте попробуем Ну хуже ж точно не будет Не будет Потому что Так как Было плохо Уже ну не может не быть Вот то что пережили Эти четыре года Януковича Не может быть Такого Не может быть А лучше может быть То есть достигли дна Теперь только подъем И от нас зависит Будет ли это Быстрый подъем Более-менее Или будет какое-то Топтание на месте Непонятно что Вот Я думаю Что наша задача Во многом С Алексеем Именно в том Чтобы Сказать Что нужно Обязательно прийти Шанс Удивительный Абсолютно уникальный Точно так же Уникальный Как и то Что мы видели На Майдане На Майдане Возвращаясь еще К вопросу Спасибо вам огромное Возвращаясь к вопросу Хочется уточнить Действительно ли Одессе нужна Такая западная Модель руководства Что значит западная Это просто Честная Прозрачная Западная Вот Значит она западная В этом смысле Она хорошая Потому что Если бы допустим Кто-то В Европе Раздал бы гречку Он автоматически Был бы выключен До конца своих дней Из политического Процесса В лучшем случае А в лучшем Попал бы в тюрьму Подкуп избирателей Просто-напросто Идет борьба Идей Совершенно честная Борьба идей И люди сознательно Выбирают те идеи Потому что они понимают Что гречка Это килограмм А идея Которая принесет тебе Благосостояние городу На пять лет Это совершенно Неизмеримо Разная ценность Я хорошо знаю Как функционирует Демократия на Западе И это Самое лучшее Что есть Вообще В западном обществе Это демократия Допустим Швейцария Вот та же самая Любой вопрос Люди решают Совместно Выносятся на референдум Решают вопрос Какой мост построить Какой Не знаю Новый музей Все вопросы решаются И люди знают Что их голос Что-то значит И вот сейчас Тоже эти выборы Каждый человек Может прийти И его голос Будет что-то значить Или мы хотим Действительно Сделать наши Условия жизни Более честными Справедливыми Действительно Основной тезис У Саши Боревика Очень простой Перебас коррупции Достаточно одного Этого тезиса Чтобы все поменялось Абсолютно все поменялось Я хочу добавить К тому Что говорит Алексей Вот Те которые Сомневаются Допустим Вот Боровик Вот он Вот да Там что-то такое Связано с Одессой Но вот он пришел Вот Европа Вот он значит Это Должность мэра Это значит Нужно знать Вот все это Вот хозяйство Канализация Вот провод Все Что здесь может Это опять подход Наш Наш подход Вот даже я сейчас Замадная модель Мэра крупных городов В Европе Например Соединенных Штатах Америки Это политические фигуры Политические фигуры Это смешно Это Когда вот Мэр занимается Вот этим Значит У него Очень плохая команда Значит Никто там Кто его Вице-мэр Они умеют это делать И он должен За всем следить У Саши Задача Стратегическая И то Что он занимается Вот сейчас Инвестициями И я знаю Что вот был черноморский Вот значит Форум В Одессе И он После его выступления Значит Я слышал Что просто подходили Какие-то уже Представители Запада И говорили Что мы готовы Мы готовы немедленно Мы готовы немедленно Потому что Дают под человека Под его Чистый Как бы Ясный Взгляд Значит Его Внятную Речь Он о сложнейших Вещах Умеет говорить Абсолютно понятно Это признак того Что он заинтересован В том Чтобы его услышали Когда человек Не заинтересован В том Что его услышали Или он лжет Он говорит Непонятно Он говорит Это демагогия И все такое Понимаете Теперь еще Для Одессы Очень важный момент Вот мы тоже С Алексеем Разговаривали Много раз Одесса Как бы Русскоязычный город Вообще Да И город Русской культуры Да Как бы Ну В основном Да И все думают Вот сейчас Будет Украина Вот будет Навязана Значит Экспансия Скажем Украинского И так далее И так далее Я убежден Что Боровик И вообще Команда Саакашвили Это люди Цивилизованные Понимаете Крайности Связанные с Национализмом Европа не воспринимает Она это Не воспринимает Понимаете Эти люди Это будут Продуманные Значит Взвешенные Как бы Решения Я абсолютно убежден И вот у меня Например Я когда-то Алексей говорил Опять какую-то Формулу Придумал Для себя Вот для Одессы Например Для Одессы Например Украинскому Помогать Русскому Не препятствовать Если говорить О языке Украинскому Помогать Русскому Не препятствовать Это цивилизованный Подход Не должно быть Никаких Крайностей Понимаете И Одесса Как город Европейский Изначально Да Изначально С традицией И кому Как не здесь Где как не здесь Вот это все И как бы Осуществлять Это будет Такая площадка Для всей Украины И мы Тоже знаем Что это Действительно так Так что Мы Агитируем За Сашу Боровика Как За человека Европейского Честного Профессионального Вот И невероятно Деятельного Я видел Ролик Он по утрам Ездит на роликовых коньках Кстати Ролик Ролик Это получилась Тавтология какая-то Видел ролик И он ездил На роликовых коньках Причем Так это Ловко у него Получается А для меня Я вообще Когда-то сам Ну Небольшой спортсмен был Но я очень люблю спорт Люблю смотреть Для меня Человек спортивный Внушает больше доверия Чем человек не спортивный Вот так как-то Вот что-то такое В нем есть Какая-то жажда жизни Вот Что-то такое Вот Просто по-человечески Энергия есть Энергия Да, энергия есть Спассионарность Достаточно Вы как доверенные лица Даете ли ему Какие-то советы Рекомендации Прислушивается ли он к вам Как происходит Ваше взаимодействие Между вами Ну Я Можно сказать Вот как только Саша в город Приехал в июне Так получилось То, что я был одним из первых Лисидов Которые познакомились с ним Так вышло Киевские друзья Общие Представили И мы с ним Постоянно Накомимся в контакте Естественно Мы за эти Вот несколько месяцев Обсуждали Ну Абсолютно все аспекты В первую очередь В первую очередь Конечно Культурные И некоторые Культурные инициативы Уже приняла команда Саакашвили Я имею ввиду Развитие культуры На базе Акерманской крепости Это создание Большого Международного Еврейского музея В Одессе Такие два громких Проекта Которые уже Прошли Без того Без особого пафоса Но просто Это результат Наших каких-то бесед И Естественно Мы Разговариваем Обо всем Что касается Одессы И какие-то Нюансы Ему рассказываем Которых он Еще не знает Но самое главное Что есть четкая Уверенность Что во-первых Он человек Который может услышать Он слушает Анализирует И совершенно Позитивно относится К предложениям То есть С ним можно разговаривать И во-вторых Он абсолютно человек Без мания величия Вообще То есть Это здорово И Действительно Мы Ну Действительно Мы знаем его Как человека Хорошего Открытого Доброго Честного И Именно такой человек Наконец-то Должен прийти К этому креслу Управления Нашим городом Да Я хотел сказать Я все-таки Какое-то отношение К этому сомнительному делу Я имею ввиду юмор Я этим занимался Саша Боровик Я вот с ним Не очень часто встречался Но каждый раз При встрече Где это было коротко Было чуть длиннее Я убеждался в том Что он Обладает Замечательным чувством юмора Он реагирует На смешное Он сам В состоянии пошутить Вот И это Я тоже так считаю Как я вам говорил О том Что человек спортивный Значит Вызывает Как-то во мне Больше доверия И человек с чувством юмора Тоже вызывает доверие Говорят Что это психически здоровый человек На самом деле Вот эти все Угрюмые люди Вот эти все Кандидаты Они угрюмые Как правило Они же У них все время В голове Они же считают Что-то там Считают Что-то там Честный человек Наличие у него Чувства юмора Это доказательство Того Что он человек Хороший И я Даже думал И вот я говорил Саша Даже озвучивал Такую штуку Нужно побеждать Но не просто побеждать Нужно побеждать Весело Побеждать весело Чтобы в Одессе Стать мэром Нужно побеждать Весело Не угрюмо Не играя Желваками Не сцепив зубы А весело Потому что там Где весело Там есть доверие Там есть доверие Ведь юмор Для Одессы Город Сотни национальностей Он же почему Как бы выжил И все такое Потому что юмор Это уникальный Абсолютный инструмент Для Для снятия Агрессии Снятия напряжения Мы же знаем Если в одесском трамвае Вдруг вспыхивает Какой-то скандальчик Кто-то сказал Какую-то фразу Какую-то реплику И все Облегченно Смеются И все Все налаживается В Одессе Нужно побеждать Весело И я думаю Что будущее Будущее В Одессе Если оно победит Это будет веселая победа Исполненная надежды И улыбок И радости Вот мне как-то Так вот кажется Ну я Я оптимист Может наивный Ну Дело в том Что уже мне Поздно становиться Скептиком Мне не поздно У меня кстати Еще одна формула Действительно Мне кажется Скептиков достаточно Сейчас Надо наоборот Их перетягивать На нашу связь И у меня еще одна формула Есть Что быть скептиком Очень выгодно Чаще оказываешься прав А мы Не за выгодой Мы идем А за За ясностью За какой-то правдой За справедливостью За то Чтобы За то Чтобы мир существовал По каким-то нормальным Человеческим законам Вы знаете Я пошел Потому что я не мог Не пойти Есть такие моменты Когда Вот у тебя Твоя совесть Как-то просыпается Ты понимаешь Что ты не можешь Сделать что-то Отстоять Вот в стороне Невозможно Вот это Один из таких моментов Вот Ну вот я занимаюсь музыкой А что такое Занятие музыкой Ты пытаешься Ты пытаешься Найти гармонию Пытаешься Передать ее в мир Пытаешься мир Сделать чуть-чуть лучше Да Вот так пафосно звучит На самом деле Только для этого А вот нам с учетом Очень похоже Мы хотим Чтобы этот город Стал лучше И мы абсолютно убеждены Что это возможно Причем вот Прямо сейчас Я еще хотел сказать Вот такую фразу Вот я не знаю Как Алексей Но я думаю Что он разделит Мою мысль Что вот Агитация Моя Например Я надеюсь Что наша Она Она не связана Она Она позитивна В том смысле Что мы Никого Мы не осуждаем И не ругаем Мы никого Мы не говорим О кандидатах Что они такие-сякие Это не наше дело Это не наше дело Как бы Суд Прокуратура Если может быть К ним претензии Это все Мы этого не знаем Мы не берем на себя Вот это вот Как бы Негативное Какое-то Нет Мы говорим О позитиве Мы говорим О своей надежде Мы говорим О том В чем мы Не сомневаемся И в этом Я думаю Вот Мы знаем Что разные формы Бывают Агитации Кто-то того Несет Там Все такое-сякое С документами В руках Вот тут у меня Вот это Вот эти Вот Нет В одной руке документы В другой гречка Нет Да Нет И все-таки Ваша творческая жизнь Она идет Тоже параллельно Существует Расскажите Чем сейчас занимаетесь Быть может Концерты какие-то Предстоят Было бы интересно услышать Ну Я всех одесситов В пользу случаем Приглашаю на свой концерт 7 ноября Филармония Это суббота 7 ноября В 19.00 Это будет очень интересный Особенный проект Называется он Музыка любви Я буду играть музыку В сопровождении Симфонического оркестра В сопровождении Видеоинсталляции Очень красивой Сценографии Всяких спецэффектов Очень красивая программа Это такой Особенный для меня проект Это попытка Дать Вот Классике Новый формат Новое звучание К классическому концерту Приходите пожалуйста Послушайте музыку Любви 7 ноября Валерий Над чем сейчас работаете? Я сейчас Работаю над тем Чтобы Значит Каким-то образом Уговорить Алешу Чтобы он мне Значит Все-таки Два пригласить Билета На концерт Музыка любви Я ему кстати Очень благодарен Он меня приобщил К классической музыке Я не могу сказать Что я совсем уже Ничего не знал Но именно Вот то чем он Занимается В Одессе Как он вот Пытается Значит Популяризировать Классическую музыку И как он при этом Изобретателен Это меня просто Поражает Вот Вот это вот Вот это вот Европейский человек И который Невероятный патриот А что касается Моих Я тоже проанонсирую Свой небольшой Скромный концерт У меня 30-го числа В Бейтгранде Значит Будет Такое название Большой вечер Юмора 2 Или автор шоу Где я значит Уже значит Если два Значит был и один Будет мой концерт И там есть такой девиз Приходите Вам будет смешно И интеллигентно Прекрасно Спасибо огромное Что вы к нам пришли Приходите к нам еще Будет смешно Интеллигентно Гармонично Все как положено Спасибо огромное Я напоминаю нашим зрителям Что у нас в гостях Доверенные лица Кандидата на пост Мэра Одессы Александра Боровика Валерия Хаид И Алексей Ботвинов Спасибо Это была программа Вечер на седьмом Провела его с вами Татьяна Милинко Всего доброго вам До свидания